Почему Германия проиграла Вторую мировую? Мнение самих нацистов. Упорное сопротивление СССР и мощь промышленности США. Немцы уверены, что недооценили эти факторы в начале войны. В книге британского историка Ричарда Овери «Допросы. Нацистская элита в руках союзников» приводятся данные из протоколов допросов нацистских лидеров. И глава МИДа Риббентроп назвал три причины поражения Германии во Второй мировой войне. Неожиданно упорное сопротивление со стороны Советского Союза. Немцы действительно рассчитывали одержать победу на Восточном фронте уже в 1941 году. Иначе бы даже не рискнули переступить границу. Масштабные поставки вооружений и техники из США в Советский Союз по лент лизют. Кроме героического сопротивления Красной Армии, СССР получил неплохую поддержку в боеприпасах, технике и питании. Успех западных союзников в борьбе за господство в воздухе. Германия оказалась неподготовленной к войне против врага, который сочетал американскую промышленную мощь со стратегической глубиной и боевым духом армии Советского Союза. Но решающую роль в итоге сыграла именно советская авиация. В знаменитых воздушных сражениях на Кубани в 1943 году немцы были полностью уверены в победе. Но советская авиация разгромила немцев и с того момента поражения Германии в войне стало очевидным. Колебания между Москвой и Ленинградом. Генерал Вальтер Шальб де Болье считал главной причиной поражения неуверенные действия армии в 1941 году. Немцы колебались, распределяли силы. А СССР отбился, война затянулась. И советская армия, накопив силы, перешла в контратаку. Ключевые ошибки Гитлера Гитлер принял решение ослабить центральную группу армии перед битвой под Москвой. В августе Гитлер приказал отправить часть войск на Киеву, чтобы отрезать Москву от кавказской нефти. Гитлер требовал взять Сталинград любой ценой. Запретил отступать 6-й армии. В итоге она была окружена и от этой потери немцы уже не оправились. Гитлер не использовал ресурс советских коллаборационистов. В СССР среди больших групп населения было много противников власти. Причем это были не столько идейные противники, сколько люди, преследовавшие меркантильные интересы. Ставка на тяжелую технику. Да, тигры превосходны. Но танки среднего класса пантеры были гораздо более практичны. Если бы немцы доработали их, эффект мог быть выше. Идеология. Национал-социализм – этически уязвимая идеология. Такие идеологии не могут держаться долго и постоянно вдохновлять людей. А мотивация – одна из ключевых вещей на войне. Переоценили Блицкриг. Об этом Риббентроп упомянул, но не уточнил почему. В этом виновата Франция. Германия захватила ее всего за 6 недель. Потеряли ведущих ученых. Сильные физики Альберт Эйнштейн, Эдвард Целлер, Лео Сциллар и многие другие вынуждены были эмигрировать из Европы.